а там какой-то конец отрезанный головой скорее всего где-то будет вторая часть и приветствую сэр выпить желаете чего-нибудь можно просто вашего мерзкого кофе спасибо мерзкого больше как повару и скажу 55 центов плюнь туда брат будет точно мерзко я просто понимаю как можно пить кофе для ради вкуса я выпью чтобы не заснуть просто вот держите доллар а я слышал уж вроде это что-то бурбон не бурбон или вы завязываете нет почему меня в барбон угощали много людей значит требуется чего не не надо щедро благодарю а спасибо брат налей бренди тоже 3 до 3 рюнки мне граны как а вы вот бурбоном размешивайте нормально кофе выпил же в порядке если они сильно отвлекаю вас от разговора нет нет я просто спешу тихо сегодня нормально да нет вроде все тихо все в порядке мистер кости рассказал но она сказала что вчера вам устроила скандал потому что вы просили чтобы мисс келли вас переночевала нет она вообще к нам пришла что мы просто стоим общаемся на крыльце и ее не позвали потом там что-то началось про то что мы от нее что-то скрываем но в общем и правдами и неправдами защищали ничего себе и как получилось понял ну и ладно хорошо за которыми можно скрыть то что было с ее лицом сегодня на крайне это хорошо да так что насчет моего продолжения подумали разбить комонникаю кому-нибудь лицо да пока нет никому офицер обязательно хорошо да да конечно погребла бы куда подальше это точно тоже хотите уехать из города но миссис портер уехала джейкоб уехали мистер портер уехали ну у меня вчера вчера а а а а а а а а а они 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 нравятся отличные люди и что они а и и и и и и и и и Какой слух это факт, спросите любого патрульного. Было общегородское собрание, насколько я знаю. Да, все прекрасно знают, чем занимался министр Попорта, но никто не оценил его действия как аморальное или что-то вроде этого. Можно быть хорошим человеком, вопросов нет, но Капитан он был дерьмовый, и это факт. Ужас. Ну, почему тогда вы говорите о том, что понятие хороших людей у меня странное? Ну, потому что, по-моему, у хорошего человека можно отличить по поступкам и за слухом. Сержант, хороший человек иногда может совершить плохие поступки, так же как и плохое может совершить хорошее. Не знаю, я с таким не сталкивался. А вы сталкивались, мистер Фараде? Да, к сожалению. Не поведайте никакой-нибудь интересной истории. Как-нибудь другой раз, мисс Майбра. Весьма жаль. Понимая, как можно на рабочее место водить свою любимую женщину и спать не в одной постели там. Ну, да кто вам это сказал? Извините, что я встреваю, но я уже так делал. С какой-то стати теперь офицер имеет право бить меня по жоперей, мне он не трогает меня за задницу. Это кто сделал? Почему? Тот бугай, который сказал мне обидные вещи про моих родителей. Что это? Он тебя ремнем, что ли, убил? Он меня схватил, прижал к земле, я думал, всё. А ты перед этим ему что-то сказал? Я только, я бежал от вас, сержант, да, вот, наткнулся на него, я такой, здрасте, вы кое-что потеряли. Он меня сразу хуяк, и всё. Пацан, ты не думаешь, что ты... Ты же самая внушую меня, что ли, показал? Нет, я ничего не успел показать. Ага. Ты не понимаете. Ну, то есть ты, ты намеревался, да, что-то сделать? А какая разница, я же этого не сделал, я могу думать о чем угодно. Ну ты же сделал это перед сержантом полиции, за это вообще могут тебе руку отрубить? Да, то, что моих родителей оскорбляют и вагоняют. Но сержант-то тебе не оскорблял твоих родителей? А почему вообще меня бьют, когда по закону запрещено? Меня может бить только мой отец. А по закону разрешено показывать средний палец сержанту полиции? Не запрещено, это уж точно. Вот ты шо, вот, если ты знаешь, что хорошо законит, ты вообще знаешь, какое наказание ты должен принести за твои действия? Повесить никак не смогут, я помню. Повесить тебя не смогут, мы тебя могли выбрать на исправительные работы. Это средний палец, вы слышите вообще, что вы говорите, нет? Да, я слышу. Я понимаю, если бы я кого-нибудь пырнул там, не знаю. Это средний палец полицейскому. А почему меня оскорбляют, а я не могу за себя постоять? Кто тебя не оскорбляет, мальчик? Меня выгнали, когда я с вами просто общался, мне было очень неприятно из-за этого. И показал средний палец сержанту полиции, пацан. Это было после, вообще-то. Ну и какая разница, ты это и сам факт. Я могу за это в шишеку отправить. Это вообще замечательно. Полиция вообще не поменялась. Чего с вами понятно? Я вот тут по патрульной прибежал с офиса нашего. Сказал, там какой-то кольцо отрезанной головой. Идем больше. Кольцо отрезанной головой. Пойду плевану. Вот так вот и ешь, Фарадей. Ешь и все. И все с дороги. Как там прогресс? А? Как там прогресс у вас? А, да вот, спешу, вспоминаю, думаю. Интересные они сегодня находки находят полицейские. Что было до этого? Потом полицейский участок. Да, коня? Там проговаривают у полицейского участка. Коня нашли. Что там коня нашли с отрезанной головой? Так, это да, вы сказали находки. В нашем числе. А, нет, просто это я так выразился. Что они будут заняты какое-то время? Головой коня? Наверное, да, опросим. Надо посмотреть, но... Ой, 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 ой. О, думаю. А вот и полиция. Сержант, здравствуйте. Сержант, здравствуйте. Вы... Там все так, как сказали? Да, все так, как сказали. Кого-нибудь видели там? Нет. Вообще никого? Нет. Записки били какие-нибудь? Да. Какая? Я не могу вам говорить. В смысле вы не можете мне говорить? В смысле? В прямом. Да нет, комиссар. Фух. Не всего лишь. Если бы вы занимались этим делом, то могли бы. Но... В России, конечно, форадей, но... То есть вы не будете мне сейчас... Несмотря на то, что помогал вам с дочерью, вот это вот все, да, не скажете ничего? Ты давишь на больное? Да. Там было написано, это только начало, капитан. Вопрос знак был какой-нибудь? Это была Марта. Работница в дом капитана. Мы сейчас едем туда. Подожди, подожди. Эээ... Да. Это женщина работала у капитана в доме. Голова не лошади, а женщина? Женщины. Да. У нас... Не говорите, я знаю, мне сказали... Да. Представляете? Да, пожалуйста, мне сказали уже. Он приехал. Да. Ужас. Ужас. Кровь стекала аж седла. Ну, хватит. Просто хватит. Ух. Афилов. Ух. Он плегчава. Да. Ужас. 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 записки было написано это только начало капитан еще раз ничего нет может не загадочник нет ни на крышах ничего не за загадочника капитан капитан я только я знаю что тут вас поэтому я вот где где я унесли голова была моей служанке вы когда и последний раз видели вчера и мне передали вот эту записку в ней точнее в голове было вот это за хорошо что без всего вырвало уже так вот держите обратно записку значит они едут и забрали где ее дом единственная конечно я нашел в расчеткуку то просто расчетка лежала возможно это и на лавочке вас там на веранде это вам было целенаправленно капитан я сразу мистер холл в главе появился и мисс отец мисс мальборо потому что мог не простить нас полицию ну и загадочник конечно наглых действий не делал я не буду настолько смысле как же офицер на это который короче который приехал в городе с топором в голове и ножом глазу да на лошади ну да но это все же не отрубленная уточнили что думаете капитан я думаю что пока рано делать какие-то выводы посмотрим как с действием развиваться далее так мистер хиггерс этим нет мистер фарадей это я вам передам если вдруг что-то случится непредвиденное меня в городе нибудь подойдите сюда не дадите полицейский вы поймете тогда когда это понадобится если понадобится так соответственно второе хиггерс сержант хиггерс и сержант гудман необходимо выяснить где мэри жила и посмотрите ее дом скорее всего где-то будет вторая часть ее надо найти тело и захоронить все сейчас по картотеке попробуем глянуть машу есть умеет можете также банк обратиться у них есть реестр недвижимости да вот я тоже об этом сказал вот мы давай разделимся займись картотека я схожу но это вам полутру придется все равно потому что сейчас работает извините новое дело и не знаю как его пока начали назвать маргерс на 7 и не помню офицеры бутман вы посвящены в так что мистер фараде является управляем управляющим комиссарами теперь посвящен до мистер фараде офицеров нашему делу производственному ящику сюда можете посмотреть здесь ознакомиться со всеми документами понял вижу в общем как только все разознаете так далее все что найдете туда складывайте записывайте не забывайте врачу спасибо капитан ну врач то надо по утру арвы вместе с дом гуляна ты обналичишь чек чем было вот длину непонятно по ранее понятно просто отрубленная голова свисает позвоночник спасибо мясо свисает видны какие-то вены там торчащие свисающие продолжать вся бледная глаза закатаны гримаса такая страшная неприятная вот что еще из мерзкого ну и во рту не это записка да вот что с вами все в порядке отлично просто фу фу фервер перестаньте люди смотрят вы перестаньте вообще-то говорить что говорить по отрубленную голову да все и вены с мясом да да а сам не лучше пьянчуга иди иди все хватит фаровые люди пойдемте пожалуйста который час не знаю скоро утро вас не будет бутылочки воды поляга есть на этой водой в рот полоска и после блевать сержант там кажется ваш сотрудник мягко говоря сейчас устроить делу в салоне я убью это когда не уверен что он прям виноват но тем не менее ситуация накаляется кажется уже устал он делает посмотрите делать девушку вообще ничего не сделал меня оскорбляют сержант сделайте пожалуйста что-нибудь я разберусь так женщина мужик мог забрать и брал за патлы и тянул но он ее задержал сейчас вы сразу разберется отпустит ее отпустят поверьте и он задержал не за что он и меня предъявил что он мне предъявил что я хамло и я с него смеялась но я просто у него спросила он не знал слова восхитительно и когда я у него переспросила несколько раз он посчитал что я с него смеюсь и да понял мистер фараде это именно к этой полиции вы мне советовали обратить сюда да это новенький это бауман он второй день работает но я поняла что он кажется последний а третий у него будет день судя по всему не будет офицер бауман вроде был у полицейского офиса что если он сам пошел скажу посмотрю вот так мистер сержант бауман офицер бауман то не оскорбляли в сауне я скрутил начавшего меня оскорблять но вы знаете что эта девушка вчера пострадала я сказал штраф десидору за оскорбление офицеру при исполнении страна это здесь не приходил был сержант сержант да он они сюда не приходил последний раз он плесит конечно значит в офисе хочу здесь был он говорит что вы кто-то оскорблял что ли это сейчас мистер бауман у нас тут приватное дело нет не приватно потому что дело идет обо мне так вы будете покрывать эту женщину то учтите просто как бы не оценивает я же не могу принимать некие показания же никто поэтому просто пообщаюсь человеку все вы найдите сержанта а почему он не может разговаривать со мной смотри но при мне потому что он эту женщину покрывает потому что он хотел посмеяться надо мной тоже можете посмеяться надо мной офицера ну да я посмеюсь когда если вы по себе будете и покрывать и пытаться обманывать полицию то я посмеюсь на двумя всеми в клетке окладная офицер все же скорее всего в участке пойдемте поищем вам нужно меньше так реагировать на людей которые надо меньше особенно с этим бабам наряжаться брюки и думать что они могут из всех мужики а когда их скручивают уже превращаться бабы вы что вы все позволяете так далее а также оскорблять офицер полиции при исполнении луга я гражданская одежде много говорить все что угодно но я на службе я зашел поужинать продолжить патруль вот знаете офицер баумана вот были такие тут офицеры которые накликали на себя беду и в итоге все мертвы от загадочника и вот вы не повторяйте их судьбу будьте сдержаннее а я что делаю не так но как минимум не связывайте девушку ладно это не мое дело так наконец-то теперь могу полюбопытствовать так что он это он говорит что вы идиотом называли да нет ничего подобного на самом деле приятного аппетита и вы все это я так спасибо господи все все началось назвала по моему кое не с не спросил у нее фамилии в общем мадам здесь была одна в шляпе в штанах спрашивает у этого болмана как день прошел вот он не говорит блестяще она ему отвечает восхитительно но но не спрашивают восхитительно это что такое так как слово за слов вообще без какого либо контексте негативного начинает обвинять ее в том что она назвала его тупым вот потому что она половина улыбнулась там похихикала под шляпу ничего такого вот мол вот такой так у меня там тут тупом называется она в целом отрицает присоединяется мисс мальбро вот закончили они на что-то из разряда вы назвали меня тупым да она говорит ну если у вас не хватает ума это не значит что это забыла выступаем вот она разворачивается уходит снова он он не начинает говорить штраф 10 долларов вот так и так она разворачивается идет к выходу из салона догоняет хватает за руки вяжем очень грубо понятно это полиция становиться и для начала наверное ну да вот надеюсь полиция разберется и вроде как они с друг друга не прикрывают не делал ошибки прошло в прошлый раз примерно похожая ситуация была с милсом из ну в общем с минусом вот хиггер 100 тоже тогда выручил надо ну ладно надеюсь обойдется хорошего вечера почему же утром спасибо мистер флеминг закончится да я хотел вам про другой что рассказать тут ночью приехала лошадь с головой работница капитана полиции привязанной отрубленной работницы нынешнего капитана да и записка во рту что это только начало капитана вы же понимаете на что похоже записки да на загадочника но вот ему надо понять он ли это я проверил все места где он обычно свои записки оставлял все пусто и он больше пока что записка было написано таки по моему да он там не разобрать загадочник кажется изгорелся своими записками вода да да может и посмотрим уже на целую банду но сомневаюсь ну да да надеюсь они сейчас не будут захватывать город тайцы знаю я одну историю хотя началось точно так же да это какая-то у нас снимать и ходили слухи в черных которые приезжают пончо а после этого банк оказывается похоже просто поначалу понял понял а вы были притом к моменте когда болман связал мисс мальборо когда связал нет как начиналась потасовка да как по мне он слишком близко к сердцу воспринял слова что у него нет ума хотя сам до этого начал купить все понял может подойдем послушаем что происходит это весьма занятные люди думают только я нет они так они ждут здесь только я а вы по поводу а по поводу лицензии охотника за головами у меня что назад нет она у меня уже есть просто не вот этого месяца было подписано хотелось бы уточнить все ли работа на сколько она изначально идет потому что она бессрочная была у вас что-то вас или забыть да конечно дайте-ка мне посмотреть конечно что в департаменте а вот она у вас все еще действует ну и отлично все шикарно спасибо так просто зашли посмотреть потому что у этого шериф другой то ли еще что мало ли что поменялось капитан полиции что по моему плаката мы посмотрим а там потом разберемся спасибо большое но если что для уточни информации работает на прекрасно спасибо вам за показаниям и тоже вас рука испачкалась вот да оказывается муха была у вас это тычьте в лицо пожалуйста опустите свою руку все и вы там уже ничего нет скажите а вы не знаете когда в салоне будет нормальный рома не знаю пейте бурбон бурбон еще есть капитан портер и прайс прайс и вы можете когда он приедет приплы хотя вот по моему его корабль него не знаю у него просить рома может быть он вам продаст хороший не знаю я предположил просто моряк поэтому может быть у него есть ром кстати по моему это не за это его лодка или нет кораблю да 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 судя по звукам да да это по моему корабль мистера прайса поэтому можете его знать продает ли он рома ли его если он и вообще если на еще обязанности капитана облакутора осен буш связи со сложившей ситуации могу сделать вывод о том что привезли перевезенный глава политический департамент запиской угроза моей жизни в случае моей смерти хочу предать свое мнение о том что должно по моему мнению заявить пост капитана первым грядом на данном возле вижу им мистера хиггерса у человек чести и слова хоть данный кандидат и имеет спыльчивый характер и зачастую ошибается в своих решениях принятых под эмоциональному действию я считаю этого человека наиболее подходящим человеком он неоднократно выполнял все эти поручения которые я давал руководил позатаниями и спешно с этим справлялся вторым же кандидатом я вижу мистера гудмана гудмана который в отличие от мистера хирс имеет более холодную голову но в тот же момент не так вовлечен в работу полицейского департамента как увлечен хиггерс дата 10 9 13 8 8 8 буш случае моей смерти коллеги прошу вас не поручить имя полицейского я будучи капитаном этого города направляя свою деятельность на отмывание нашего общего значка если вы вновь все запятнаете город перестанет уважать вас окончательно загадочник вернется потому что я вас очень прошу поэтому я очень прошу вас следить за собой понимать что вы лицо этого города спасибо вам за что